господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 102 вот мы начитываем новый завет с толкованием это наше издание трех томик по 752 страницы показать как это выглядит поставить прямо показать чтобы видно было впервые за две тысячи лет в одном издании это вместе 1 2 3 сумму вот здесь у нас можно даже показать лучший иллюстратор библии взятым густав даре и раскрасили 230 его иллюстрации вот они так впервые вышла с откровением обычно в двух книгах издавали раньше еще блаженного фиферта толкования первое 4 евангелия а дальше остальное все что и под на послание здесь у нас 297 комментарий чем отличается других выделенные места а каждый стих отдельно указан там открываешь не знаешь какая глава была даже вообще на странице неизвестно какое послание у нас не так каждая абсолютно каждая цифра вот здесь вот она взята сущее выделена жирным курсивом дальше вот она видна какое что здесь лука если вот она каждый стих который открывается потом если комментарий отчеркивается другим шрифтом и показано и л и гнать и лактин и так считает никита колесников послание к титу апостола павла глава 1 стих 1 павел раб божий апостол же иисуса христа по вере избранных божиих и познание истины относящиеся к благочестию толкование феофилакта зачем относящийся к благочестию написал по вере избранных божиих познанию истины точка она не открывается истина когда люди не благочестиво живут ну и прямо стирина спрашивает ну антихрист придет ну как то можно узнать никак его не узнаешь у него третьего глаза болбу горит не будет зеленым светом гореть не будет а как узнать благочестиво живущие тайна благочестия апостол павел говорит и везде слова благочестия то есть святым праведным живущим бог просто откроет а истина или истина а живущий или живший во грехах он будет как говорится смрадные мерзкие насекомые не видя что это труп на трупе мысли своих на трупе подброшенных каких-то советов он будет питаться ложь со лжи началось падение человека и закончится что дьявол покончил с дьяволом покончено будет будет брошен в озеро огненное где смерть вечная то есть мучение считаем толкование безразлично употребляет эти выражения иногда называют себя рабом христовым апостола божиим а теперь наоборот то есть безразлично впереди стоит павел раб иисуса или раб раб божий павел вот так безразлично ну как написано безразлично не надо этому придавать никакого значения сколько должен столько пиши 90 пиши 80 сколько должен масло пиши 50 как объяснить цифры никак просто произвольно сказано чтобы ему что-то осталось если святые сказали произвольно эти цифры а вот 123 там сколько рыбина попалась тут еще пытается как-то зачем это рыба может больше и меньше определенные ничего тут нет не скрыто вот копать и какой-то тайный смысл найти как отвести вот на об этом говорили а главное то и не говорили поехали так так он не полагал никакого различия между отцом и сыном понимать это можно по-разному или что я стал апостолом чтобы избранные уверовали через меня или что я избран апостолом не за мои совершенства но потому что бог благоволил верить мне избранных его поэтому все есть дело благодати а не потому чтобы я был достоин но ради избранных потом дабы чтобы показать что и мы должны привнести что-нибудь он прибавил и познание истины то есть так как я познал истину учение сего поэтому и вверено мне а лучше даже и познание не наше но он источник и этого ибо прежде мы были познаны а потом познали или что я уверовал подобно прочим избранным и познал истину даже для противопостановления иудейским обрядом он сказал истины ибо они не истина хотя и не ложь а образы тень и называя нас избранными он осуждает иудеев ибо если и они были некогда избранными но не теперь смотри прежде вера а потом от нее познание но нет рассудочных изысканий сказав истиной прибавил относящиеся к благочестию потому что и в житейских делах есть познание истины например когда-нибудь кто-нибудь истинно знает земледельческое дело или строительское дело и так не об этой истине речь об истине по благочестию сколько истин бывает а сейчас только благочестие к благочестивым премудрость идет и они таких людей и ищут премудрых не просто там вышел схватил первые что тебе там скажет а чё он скажет когда он не знает их таких не приглашает туда все сегодня посмотрел и просто ужас приходишь и люди верят верят почему потому что истине не дали место а пустое место природе не бывает титу 1 2 в надежде вечной жизни который обещал неизменный в слове бога прежде вековых времен толкование сказав насколько облагодетельствовал нас бог для настоящей жизни говорит и о том что он даст в будущем уже самое познание истины величайшее благодеяние для нас освобожденных от заблуждений но в награду за это он даст нам еще и жизнь вечную так как мы познали его то мы и надеемся говорит на вечную жизнь видишь ли как он тотчас же самого начала указывает на благодеяние божие чтобы как самого епископа таки тем более его учеников сделать более готовыми к тому чтобы угодить благодетелю словами в надежде вечной жизни он не спровергает иудейские обряды ибо они имели наградой настоящую жизнь если он не изменен то несомненно даст и после смерти то что обещал издревле еще говорит он предопределил это они вследствие за раскаяния не потому что иудеи не обратились к нему он даст это нам а потому что издревле так было предопределено и он раз возлюбил нас от века что он возлюбил нас от начала это указывает на наше благородство титу 1 3 а в свое время явил слово свое в проповеди вверены мне по повелению спасителя нашего бога толкование чтобы кто-нибудь не сказал почему он медлил дать то что определено от вечности говорит что из попечения о нас и для того чтобы сделать это благовременно временем писания называют удобное время как например время господу действовать псалом 118 126 итак свое говорит время то есть сообразное надлежащее время что же он явил слово свое то есть евангелие каким образом в проповеди то есть явно с дерзновением проповедующий не прибавляет не убавляет так и мы проповедуем то что нам повелено конечно только слух всех как и христос сказал проповедуйте на кровлях матфея 10 27 означает способом и местом прямоту беспристрастность свободу заметь последовательность требовала сказать так явил свое время то есть вечную жизнь но он привел не так а явил свое слово справедливо ибо евангелие все объемлет как то что в настоящее время нам дано благочестие веру и истину так и то что обещается в будущем веке то есть жизнь вечную некоторые впрочем под словом его разумели сына это проповедь говорит поручено мне итак если поручено то я не должен мысли того что недостойно поручившего мне не должен притворяться или выражать неудовольственно то что мне поручено тому же это поручено мне по повелению иначе сказать я невольно вынуждаясь делать это из того что должно делать одно делается по повелению другое по вещанию например примирись братом твоим мотфея 5 24 это повеление и кто не исполнит его наказывается но продай имение твое мотфея 19 21 если желаешь и еще кто может вместить да вместит вместит это увещание и не исполняющий их не наказывается итак говорит мне поручено проповедь по повелению так что мне необходимо исполнить его горе мне если не благовествую 1 коринфянам 9 16 и это не по властолюбию а по нужде чье же повеление спасителя бога поэтому если повелел это бог желающий нашего спасения то как я не покажу своего расположения спасительному делу комментарий игнатия лапкина если сегодня было бы дано задание на бумаге в виде графика изобразить хронометраж времени от раннего утра до позднего вечера то какое место займет проповедь но как говорит апостол павел и как вторить ему блаженный феофилакт кавычки открыты мне нужно мне поручено проповедь по повелению божию сегодняшние пастыри могут сказать о себе только то что они служители алтаря и им это поручено по повелению священноначалия на каком архиерейском соборе на каком епархиальном собрании за тысячу лет на руси ставился во главу угла вопрос о проповеди евангелия по всему миру так чтобы разъезжаясь после торжественных богослужений и трапез каждый из них вез не награды на бедренники камеловки и митры но хвалился бы перед всеми тем что ему поручена великая миссия благовествовать о христе и чтобы каждый из них с радостным лицом и сердцем торжественно провозглашал повсюду мне поручено проповедь по повелению божию и по повелению моего любимого архиерея благовестника который отныне будет для меня в этом деле примером всегда ну что я здесь сказал он говорит ну некоторые я знаю что вот он поставил тут какое-то толкование толкования нет я просто оживляю это поручено мне поручено проповедь по повелению божию ну где когда кто сказал то ну притащите к сегодняшним дням конкретно к архиерею к патриарху поручено проповедь не с властями ладить как крутить говорит налево направо по повелению такое простое дело блаженный фирмен говорит я не добавил ничего только говорю где это есть нигде нету ну хоть один нигде ни одного за тысячу лет чтобы он именно об этом и говорил и чтобы это на перхальном собрании было главное нету сказал надо идти благовествовать патриарх и все и пошел спать и не спросил ни разу это и предыдущий патриарх говорила изменил еще нет конечно она не может измениться мертвый не может делать дела живые бездушные пошли титу 1 4 титу истинному сыну по общей вере благодать милости мир от бога отца и господа иисуса христа спасителя нашего толкования сын может быть и неистиной как блудник христианин или корыстолюбец такой сын хотя и возрожден через крещение но не истиной потому что не достоин отца ну как вот смотрит рожден крещение возрождение недостойно крещение это это тебе еще не гарантия не то что там тебе заранее выдали ордер на небесное царство нет надо добавить к этому искать истины прислушиваться к истинным а не к лжецам где какая ложь и там уже лакаве сижу и чужого корыта ну крещение там даже ничего уже не остается у нас мы должны это помнить назвав тита сыном и усвоить себе звание отца апостол снова уменьшает эту честь говоря по ми по вере я не имеют ничего больше в сравнении с тобой ибо она общая и ею возродилась как я так и ты почему же апостол называет его своим сыном или чтобы показать свою любовь к нему или потому что он сам крестил тита так как у обоих одна и та же вера они братья по друг другу а так как павел крестил тита он отец ему и так выражение по общей вере означает братство и этим указывает на братство когда говорит от бога отца он возбуждает тита чтобы тот помнил чей он сын именно божий смотри как он чего желает простым людям того же желает епископу и учителю ибо ему самому более других нужна благодатная божия сила как несущему притяжелые бремена нужна милость как такому которому трудно избегать повинности пред богом во многом нужен мир как поставленному в необходимость быть в истолкновениях и вести непрерывную борьбу ибо и одно исправное прохождение епископства возводит на небо и одна неисправность не изводит в ад одна неисправность а тут на каждом шагу не заводит в ад титул день 5 и никогда не считать не будут как владыка все все спасаются все все ну скажи что относится твоему епископу который ведет людей в ад он не учит их совсем только деньги 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 да нет у нас такого а как же икона нарисована в ад тащит цепи ад горит огромный на всю стену панов новосибирских гехор и на первом месте на первом кого дьявол тащит на цепи епископы епископ это и патриарх и все наши священники в колбуках лестница вот показано на небо идут икона такая падают кто а видно священники летят монахи вниз куда в ад уже возврата нету но на практике это никто не допускает даже сказать как ваш епископ о как ваше священство как они прят священство а если патриарх уже святейшество а папа римский все святейшество то есть уже не знает что сказать это не гордыни ничего гордыни видят меренение какая там гордыня чем он может гордиться то есть все свихнуто и а ту в другом направлении титу 1.5 для того я оставил тебя в крите чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров как я тебе приказывал толкование подобно тому как в домашнем быту из представленных на служение одни делают одно другое другое точно так и они разделили между собой вселенную по частям и все трудились на это именно и указывается здесь словами оставил тебя в крите потому что сам он очевидно отправился в другое место чтобы трудиться там смотри как он не стесняется писать ученику чтобы тот довершил недоконченное им он заботился об общей пользы а не о своей собственной чести обрати внимание также на то что все это он исправлял сам что же вело к чести или похвале это он поручает ученику разумею рукоположение епископов и все прочее что имело нужду в большом устройстве в большем в большем устройстве так он называет здесь епископов и в послании к тимофею по всем городам говорит он не желал чтобы весь остров поручен был одному лицу но чтобы каждый город имел своего пастыря таким образом и труд будет легче и наблюдение тщательнее пастыря никакого пастора нету это ересь сектанты заменили одну букву пастор а пастыря нету волк ну ты же видишь он не пастырь пастор нет такого слова библии и никогда православия этого слова не было и как вот слепые пастор где вы это видели а вот вы крест носите но не галстук уже масонский носите стоят все в галстуке бритые совершенно это нормальное явление почему охмурил дьявол людей и этого не видит ну как не видит и посмотри масонское собрание все если галстук то всех должны иметь галстук снял обязательно верхнюю пуговицу расстегни ну ты тогда не делая то что они уже видно будет что ты как-то косишься на них нет полностью видны слова все масонское титул 16 если кто не порочен муж одной жены детей имеет верных неукоряемых в распутстве или непокорности толкования тут всего это говорится об эпископе что должно быть сегодня какие дети когда только монашек захватили монахи допустили одного все остальное это не гордыни ничего нету женатого ни одного нету а пётр женатый был даже апостол и здесь говорит какой епископ должен быть дети какие ничего этого нету это отброшено главное это смиренно мое смиренство подписывается смиренный епископ. Смиренно, это ты написал. Вся гордость, гордыня, все там находится, как Златоуст говорит. Толкование. Если ведет жизнь свободную от нарекания, если никто не укоряет его за образ жизни, ибо если свет, говорит тьма, то тьма во сколько более. Чтобы заградить уста еретикам, осуждавшим брак, он принимает в епископы женатого человека. Ибо брак настолько честен, что при нем можно восходить даже на священный престол. Но чтобы обуздать невоздержанных, он говорит, муж одной жены. Ибо кто не сохранил никакого расположения к умершей, как он будет хорошим предстоятелем в церкви? Епископ должен быть непорочен. Двоеженец же не беспорочен, хотя это и допускается гражданскими законами. Кто не воспитал собственных детей, как будет управлять другими? Вот ко мне приехал священник, беседуем. Я говорю, а где сейчас ваше место служения? Да у меня так нету, я у казаков избранный, у казаков. Я говорю, а дети где? Двое. Ну они у меня, наконец узнаю, сидят оба за воровство. Два сына, и оба сидят за воровство. Что? Залезли на пасеку там, где если фляги меда утащили. Сладкое любят. Ну а как же ты стал священником? А что такого? Ну написано, что детей должен сначала обратить, воспитать. А как их обращу? Да это твое дело, как обратишь меня, то ты не можешь быть. Это нарушение. Он даже никогда не читал. Казаки. Вот я порой, наверное, на гайками. Потому что ты совершенно непригодный. Все, я говорю, с детьми познакомиться, а их нету, они сидят. Все, поехали. Ясно, что если бы он сначала хорошо и заботливо воспитывал своих детей, то они не вышли бы непокорными. Ибо грехи не таковы по своей природе, чтобы они могли быть сильнее такого попечения. Апостол не сказал просто нераспутных детей, но даже совсем свободных от укоризма в распутстве и свободных от дурного подозрения. Ну а как воспитывать? Написано, не жалей розги. Вот она выходит, стали судить отца. И она говорит, вот вы отца моего судите, он верующий. Ну а я-то какая? Я не верующий. Но у меня жизнь нормальная идет. А было как в школе, везде все мы воровали. Я с ребятами была. Последние то шторы снялись. Отцу сказали, узнали. Он, говорит, офицером был, этим ремнем. Он меня так порол, у меня платье, все, говорит, туда влипло. У меня, говорит, целую неделю там они вином мочили дома, не показывали. Я лежала только на животе. Если бы, говорит, он бросил меня наполовину бить, я уже отстать не могла. Теперь я уже смотреть на них не могла. Все. Я отошла от них, потом вышла замуж. Вот и все. Дурь эта была снята. Как, говорит, бабка отшептала. Почему? Отец. Отец был верующий. И он знал, где лекарство лежит, на какой полке. Там у него висела эта портупея. Титу 1.6. Было уже. Титу 1.7. Ибо епископ должен быть непорочен, как божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец. Толкование. Как он может быть непорочен, если у него неверующие и невоспитанные дети? Ну вот, пожалуйста. Бога поставил его над домом своим. Божие занимает он место. Поэтому во всех отношениях должен быть точным исполнителем воли его. Как воспитал детей? А чтобы не было ухаризма за детей? А нет детей. Он не женатый. То есть это избегли они. Не пьяница. Ну а это уже тут как придется. Гражданские начальники властвуют над подчиненными силой закона. Посему могут проявлять дерзость и самолюбие. Епископ же управляет добровольно подчиненными ему. И он не должен доходить до такой дерзости, чтобы поступать самовластно, самовольно. Пишет наш епископ, который был до этого метрополита. Теперь его отослали в другое место, уж не хочу трогать даже. И какая-то там монахиня. Он ей сказал, что-то она его где-то, где как-то обличила. Это уже церковные газеты пишут. Ну и закончилось бы все-то. Нет, он гневливый очень. Он сказал, не заходи больше на клирос. Она зашла. Он выходит, она стоит, поет. Он ее вытащил там, говорится, за шкирку. Да и давай белой ее, пока скрыться ее, юзом не спустил. Ну, можно было как-то по-другому-то. Монахиня стояла, пела. Ну что, не по-моему? По-моему должно быть. А что по-твоему-то? Еще никто не разбирался. А дальше, дальше загорелось. Все подали в гражданский суд и понеслась колесница. И теперь уже далеко от нас, за Россией, в России далеко, не гневлив, огневался на отца Павла у нас здесь, Ермоленко, за то, что у него был магитофон, во время беседы, он записать, задал вопрос о крещении, чтобы своему благочинному Николаю Гордиенко, который бывший парторг, парторг это руководитель коммунистов, стал священником и не крестит, как положено, он хотел записать. Узнали, он отобрал все, крест с него снял, ряску снял, ряску снял. Отец Павел-то богатырь, он одним взмахом их отбросил. Нет, он смиренно и так уехал, ворованный не отдал. Я говорю, сколько стоит? Ну, тысяч семь. Крест серебряный, магитофон, а магитофон и его был маленький магитофон. Что он записывал? Какая тайна-то? Так он свирепый такой. Зачем? А потом вдруг смирился как-то, с чем я не знаю. Сильный запотеряевки его трепал патриарх, говорит. Почему такое отношение? Ну, он тогда и говорит, когда были на встрече епископ, он говорит, я готов к вам сейчас полететь зимой на вертолете. Батюшка говорит, досадиться негде, у нас сугробы слабые. И перед концом, перед сам приехал, у нас богослужение было, вместе служили, экскурсия, все выставлено в интернете. А до этого один мне священник говорит, нет ни одного епархиального собрания, чтобы он вами не начал и вами не кончил это собрание. Такая мстительность. А как вначале? А вначале, когда первая встреча, он вышел, руки раскинул, вот так, обнял меня, поцеловал, так это вы, Игнатий? Я столько о вас в Тобольске слышал, когда там служил. И вдруг кто-то где-то сбоку, говорит, черная кошка пробежала. Да не черная кошка, черный демон в душу залез и стал верить лжи. Всякой лжи стал верить. А были встречи больше? Не было. Предпоследние вот эти, когда он на вертолете. А почему? Патриарх ему ткнул. А как было? Очень просто. Нашего епископа Евтихия поставили векарным у патриарха Кирилла домодедовским. Уже объединение за рубежную церковь произошло у них, так скажем. Хотя объединения не было о хроническом признании. И спрашивают, ну а как там дела-то в Патриархе? Патриарх спрашивает, было бы по-другому, если бы епископ тамошний не так вел себя. Ну а дальше мы уже догадываемся. Вот это я точно знаю. Епископ передает, понятно, что патриарх он должен был продолжить. Но теперь он вызывает, в чем дело? И сделать немедленно. Поезжай сам там и увидишь все. Говорят, что они православные, никакие не сектанты. Да и приехал он, и радостно. Все заснято, видно. Ну можно было, ты у нас-то был здесь 10 лет. Он 7 или 8 лет был-то. Ну можно было по-другому-то. Можно было. Все уже ушло. И улыбается, и обедает, и благословляет. Мою машину благословил на благовестие. Жалко, жалко. Но уехал-то, у него на душе-то что-то осталось. И мы сделали большой крюк, 200 тысяч километров, наверное, заехали в общий, получилось, к нему туда. Не могли найти нигде. И мы на квартиру где, и где он приходит, ни староста, никто не знает. Я думаю, он в окно нас видел, и от стыда. А мы приехали поблагодарить его, благословения взять. Ни под каким видом. Никак. А потом уж батюшка мой где-то там в Туле или где служил с ним после, наш отец Аким. Может, что-то тут не так, я говорю, не в Туле, в Перме, там где было. Вот как дело обстоит. Ну, можно было вовремя это духа лжи-то выплюнуть изо рта. Верил, всякая лжи. И в конце концов, то кончилось как благословение вместе с лужем. Да ты же говорил, что столько лет там мы еретики, там сектанты. Ну, хотя одно слово скажи, я ошибался. Ни одного без покаяния до сюда дух не вышел. Дух лжи остался. Дух лжи выходит только через покаяние, черным дымом. Я говорю, это сожалеваю. У нас снимки много, как он приезжал. Вы знаете, о ком я говорю? Епископ Максим Дмитриев Барнаульский-Алтайский как-то приезжал Дворкин и здесь начал, и кто-то вопрос задал. В епархии они собрали силовые структуры. Ну, вот о лапке не говорят столько. Кто он такой? И кто-то из них, я не знаю, я не знаю, но точно мне передал. А кто вам передал это? Для тех, кто там был. Значит, никого и не было. Назову Волобоева, Марина Маратовна, зап. капитры теологии. Там она, советница у Карлина Александра Богдановича, губернатора Тайского края. Ну, вот я сказал теперь, что из этого изменится? И тогда бы стал, говорит, представитель КГБ, не знаю, кто, Ардов или как-то назвали, и сказал, а мы Лапкина уважаем. Он камень за пазуху никогда не держит. Он нам все в глаза говорит. И те сразу сели, проткнутые пузыри. Получается, карательные органы более правдивые, нежели священнослужители. Хорошо ли это? Как апостол Павел. У язычников не слышно такого блудодеяния. Дожились, наконец. Да какой язычник изменял своему Богу, а вы Бога-Егову куда дели? Почему не поклоняетесь Ему? Пророки всегда их этим упрекали. Пошли. Так, и он не должен доходить до такой дерзости, чтобы поступать самовластно, самовольно, и не спрашивая мнения своих подчиненных, ибо это будет насильственно. Вот так и есть. не гневлив. За самолюбием необходимо следует гневливость, от которой также, само собой, следовательно, епископ должен воздерживаться, ибо как он научит других обуздывать эту страсть? Ну, как он научит интонацию? Дай маленько. Ибо как он научит других обуздывать эту страсть, если научил этому самого себя? Научил или не научил? Не научил. Не научил. Уже не выпадает. Если не научил этому самого себя? Вот что-то сколько раз говорю не выбросить, это совершенно противоположный смысл. И сколько раз ловлю, а кое-где я не слышу. Что это? Ну, маленько, это исследовать себя надо. Нормально считает, как доходит не, предлог выбросил, и все. Значит, на этом где-то зацеплено. И что, я не знаю, что именно. Но это смысл другой, люди-то нас слушают. Не пьяница, то есть оскорбитель. Какая необходимость оскорблять? Непокорных следует приводить в страх гиены, а не оскорблять. Страх гиены. Я говорю, знаешь, ты вот это делаешь, ты лжешь, ложью обложился, гиена ждет. А что ты меня пугаешь? Если человек сказал то, что пугаешь, судом Божим, отойди от него, все, он уже приговоренный. Ты что меня пугаешь? Даже бесы боятся. Зачем раньше времени пришел мучить нас? А это уже вера не бесовская, а запредельно далекая. Ложь возводится в истину. И целыми днями, ночами, можно где-то искать друзей, интернете. Ложь. Ложь это мое. Как мерзопакостное насекомое, ищем трупы. Не биться. Так. Ни руками не наносящий побоев, ни словами горькими и ожесточительными. Ибо он врач. А врач, скорее, врач чует раны, но не наносит их сам. Некоростолюбец, то есть, показывающий великое презрение к богатству. О, она такого не найдет. Я думаю, ни одного нету. Ни одного, чтобы был некоростолюбец. Отсюда вывод. Епископами быть не могут. Только приехал, епархия образовывается, и сразу такими налогами обложили. Ну, мне близкие говорят, я, говорит, не знаю, что делать. Что у меня было, я уже продал, чтобы отдать. Не отдашь? Я тебя, вот сейчас, в Красноярске прислали. Он храм строит, у него все есть, платит, и вдруг в два или в три, а на самом деле, говорит, в шесть раз увеличили налоги. Ну, я не верю в это, но Андрей Кураев говорит. Ну, в шесть раз это вообще. И что? Ставит другого. А тот пообещал, я деньги буду платить. Все, этого убирают. Народ за него, бесполезное дело. Ну, я храм строил, все обиходил. У нас воскресная школа. Не слышит. В данный момент, когда я говорю, вот сегодня 6 февраля 17-го года, и в интернете стоит это, ну, зарядите, епархия Красноярская. Из-за чего у них там идут? Скидываете все деньги. Ничего, кроме денег. Когда-то опрос шел, говорит, в американской школе. Девочку спрашиваю, девочка там маленькая еще, что главное? Она говорит, косметика и мужчины. Все. Мальчика спрашивает, а у тебя какой идеал? Все будешь добивать. Деньги, деньги, еще раз деньги. То есть и девочки будут, и макияж, все на них будет. Деньги, деньги, еще раз деньги. Так это готовый епископ. Так. Ну, все тогда на этом. Все. 103, никуда не снимай, далеко. Техстаголь, говорят,